Собственно, каковы могут быть причины такого бедного ответа яичников на стимуляцию в циклах и гор? Причинами бедного ответа, в основном причины бедного ответа ассоциированы со снижением яичникового резерва. То есть с уменьшением количества антральных фолликулов базово в запасе. Эта ситуация характерна для женщин старшей, в большей степени характерна для женщин старшей репродуктивной группы. Так как каждая из нас, я имею в виду женщины, рождаются с определенным запасом яйцеклетов. Они закладываются у плодов женского пола внутриутробно. Мы с ними рождаемся и на протяжении всей своей жизни их утрачиваем. Что в итоге каждую из нас приводит к менопаузу. Когда количество ацитов становится предельно малым, начинаются нарушения цикла, которые переходят в менопаузу. Поэтому чем старше женщина, тем у нее меньше ее яичниковый резерв. Поэтому чаще всего слабый ответ имеют женщины более старшего возраста. Хотя, к сожалению, у современных молодых женщин снижение преждевременное в этой ситуации овариального резерва встречается достаточно часто. К сожалению, в последнее время все чаще и чаще. Это ассоциирует с вредными воздействиями на женщину экологическими. Это ассоциирует с курением. Женщина многокурищей утрачивает свой яичниковый резерв гораздо быстрее, чем женщины, которые не курят. Поэтому, когда мы задумались о репродукции, имеет смысл пересмотреть свое отношение к курению, если все-таки женщина имеет такую вредную привычку. Женщины, которые имеют эндометриоз в разных формах его проявления, в том числе могут быстрее утрачивать свой яичниковый резерв. Поэтому, если женщина знает об эндометриозе как в своей гинекологической проблеме, не имеет, например, на сегодняшний день репродуктивных планов, тем не менее, имеет смысл задуматься, по крайней мере, промониторировать состояние своего яичникового резерва, чтобы, возможно, эти репродуктивные планы пересмотреть, если будет понятно, что он снижается, соответственно. Также химиотерапия в анамнезе, оперативные вмешательства на яичниках в анамнезе могут ускорять утрату яичникового резерва. Но вот это основные причины. Бедный ответ яичников на стимуляцию может быть и у женщин с чрезмерным резервом при поликистозе яичников. Но, опять-таки, это другая ситуация. Обычно это связано с избыточной массой тела и с теми эндокринными изменениями, которые на этом фоне происходят. Но, по крайней мере, в той ситуации разными подходами к стимуляции можно все-таки, то есть там есть что стимулировать. Поэтому разными подходами к стимуляции можно добиться все-таки большего роста, нежели у женщин, у которых базовая закладка снижена. Там, что есть в закладке, то и будет расти. Вот это основные причины бедного ответа яичников на стимуляцию во время яичников. Вероника Валерьевна, а подскажите, пожалуйста, генетические причины бедного ответа могут быть? То есть, если, например, женщина знает, что у мамы менопауза наступила рано, ей тоже необходимо беспокоиться об этом, о вопросе репродукции раньше, потому что она имеет склонность к такой же ранней менопаузе. Или это совершенно независимые факторы? Нужно ли волноваться? Это зависимые факторы, да, Оля. Вы абсолютно правы. В том числе, если женщина знает, что у ее мамы достаточно ранняя менопауза, как минимум мониторировать состояние своего яичникового резерва нужно, потому что это в том числе генетически детерминировано. Мы наследуем тип гормональных взаимоотношений. В достаточно большом проценте случаев они такие же, как у мамы, да, очень похожие. Поэтому, если была такая ситуация, надо задуматься о репродукции в более раннем возрасте.